В жизни, как в компьютерной игре, наступает момент, когда нужно переходить на следующий уровень. Должен признать, что утку у вас готовить умеют. Но, если хотите десерт, надо идти к нам. У некоторых это получается с большим трудом. Сладкая на ночь, бедная. Давайте вместо десерта поедем ко мне, выпьем кофе. Ну да, кофе на ночь полю. А, к вам. Я с удовольствием. Обожаю кофе на ночь. Кто-то делает из этого перехода нечто таинственное. А у кого-то это происходит абсолютно спонтанно. Я тебе в какой футболке больше нравлюсь? В этой или в этой? Ну, знаешь, ты мне вообще больше без футболки нравишься. Вы чем тут занимаетесь? Ничего. Я подумала, что мы тут это сдала. Сдала. Мы на вашей машине поедем или на моей? Виктор Петрович, вам не кажется, что мы могли бы перейти на «ты»? Как скажете. Как скажешь. Спасибо, я сам. Так на чей? Думаю, что на вашей, то есть на твоей. Простите. Да. Прости. Ма, привет. У меня рейс отменили. Сургут не принимает. У них там то ли туман, то ли снег. В общем, фиг поймешь. Я-то домой. Я поняла. Давай. Кофе у меня отменяется. Что-то случилось? Апокалипсис в Сургуте. Может быть, к вам у вас есть кофе? Милая девочка. Правда, Лёва? Да. Когда свадьба? Ко мне никак. У меня, кроме кофе, еще есть мама. Она не любит поздних гостей. Вы что, с мамой живете? Это она со мной живет. Ну, тогда по домам. Каким? Видимо, по своим. А, видимо, да. Простите. Прости. У меня там машина. А у меня там машина. Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор Петрович. Мы тут балет смотрим. Маринка. Маринка. Лет тридцать там не была. Виктор Петрович, а садитесь с нами щелкунчика смотреть. Спасибо. Я сегодня все, что мог, уже прощелкунчика. Классно было. Но страшно. Ну да, не то, что дома. В смысле, дома не страшно. Ну да. А в лифте? Что в лифте? Ну, в лифте же тоже страшно. Вдруг кто-нибудь пойдет. Макс, ты супер. Я полгода мечтала о таких сережках. Как ты узнал? Причем? Ой, у меня тоже скоро День Ангела. Агузак, подаришь мне тоже что-нибудь? Только не сережки. Не идут мне. Иди отсюда. Не идут. Саша, твой лосось с кресоладом. Я иду. Спасибо тебе. Саш. Да иду, спасибо. Я вижу, Сашке понравился подарок. Я не понял, нафига тебе это надо? Послушай, я просто давно знал, что ей нравятся эти сережки. Так как она выбрала тебя, я решил сделать подарок от твоего имени. От меня уже она все равно ничего не примет. А на такие у тебя пока денег нет. Ну-ка, погоди. Я не знаю, что ты задумал, но у тебя ничего не получится. Я скажу Саше, чтобы она тебе их вернула. Те самые сережки классные. Макс, ты супер. У меня такого парня нет. А у меня есть. Саша. 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 Макс, ты хотел что-то сказать? Сколько я должен тебе за эти сережки? 50 тысяч. Завтра отдам день. Добрый день, Елена Павловна. Добрый. Виктор Петрович. Мы же вроде на ты перешли. Ну, мне показалось, что вчера мы расстались на вы. Вам показалось. Ну, это нормально ведь уж. Только я думал, что с конкурентами борются, а не шуры-муры разводят. Уже трижды совершеннолетняя, а женщину привезти некуда. Живу с Левой, которая живет с мамой. Вот такой любовный треугольник. Треугольник. А что ты в Пифагор апартаменте снимешь? Ага, с этим Спартаком снимешь. Играют через раз. Гостиница. Не только для командировочных. Да это уже вообще какая-то пошлятина. Еще скажи в машине, как подростки. В машину кабан такой. Она тебя сжать в плечах будет. На диван бы привел сюда. Шикарный диван. Шикарный. Я здесь пару раз зажигал узким кругом. Ты? А что? В моем кабинете. Здрасте. Я в своем ресторане. Очень удобно. Никого нет. Темно. По кухне пошарился. Поел, попил и... Аркадий. А ты все видел и молчал? Да ладно. Аркадий еще участвовал. Костя. Костя. Настя. В чем дело? Для сотрудников есть отдельный санузел. Здрасте, Виктория Сергеевна. Там слив сломался, а мы его ремонтировали. Ага. Понятно. Алло, Костян. А вы что, не дома? Понятно. Слушай, а ты не видел кольцо, которое я Вике хотел подарить? Да, продать хочу, деньги очень нужны. Нет? А, вот, нашел. Все, пока. Все, пока. Это мне? Это... Да. Конечно. Решил добить тебя подарками окончательно. Макс, да так трогательно. За это я сегодня останусь только твоих подарков. Иди сюда Это мой подарок, мой Ты чего? А это мой подарок, мой Да что-то мне нехорошо Голова кружится, я пойду Подышу Извини, Аркадий Это очень личная встреча Елена Павловна, это я Вот хотел вас пригласить с ответным визитом Ко мне в ресторан У меня для вас сюрприз Да А в чем же сюрприз? В том, что ресторан не работает? Нет, в том, что он работает Только для нас Прошу Извините Здрасте Здрасте Извините Кошмар, на рабочем месте По моральной молодежи пошла Превращают ресторан, я не знаю во что Народ Кто денег может занять, а? Из-за нашего шефа в ресторане выработала целая система Как отказать деньгах Она состоит из трех этапов Первый этап Сделать вид, что не расслышал Че? А? Кого? Я тебя не слышу Второй этап Сделать вид, что собираешься помочь Ну Ну Ни-ни-ни О, ладно Ага Сейчас Разбежалась Разбежалась Я тебя не слышу Третий этап Красиво съехать Я матери последней перевел В Кишинев Понимаешь Я сумочку недавно новую купила Нет у меня Что ты спрашивал? Я могу занять Да пошел ты Ну че? Срослось? Не получилось Ох ты бог ты мой Не переживай Ничего У всех бывают осечки В конце концов сейчас в аптеках столько таблеток всяких вкусненьких Ты ж в голову смотришь? Там в перерывах много чего советуют Да мне не таблетки нужны, а мозги Чтоб самому догадаться, что она здесь не согласится Ага Ну правильно Интеллигенция А че тебе своих бы куда-нибудь не отправить А ее домой пригласить? Куда отправить? Куда угодно Кино, балет, пожалуйста Балет На всю ночь? Мариинка Лет 30 там не была Дима! Беденец! А можно я сегодня уйду пораньше? Давайте шею Ага Выгруешь свои гормоны То они у тебя кроме Алкоголя и футбола Ничего не знают Билеты Подождите, ты уверена, что... Ну конечно Костик, я всегда мечтала сделать это в спальне родителей Да ты не бойся Папа работает, а мама в Москве ошиблась Пошли Да я и не боюсь Кто? Кто там? А! Это Пуфик Ну кот наш Слушай, пойдем быстрее Пока он за нами не увязался А то Увидит нас А мне как-то Перед ним неудобно будет Лева Нам с тобой нужно серьезно поговорить Слушаю, шеф Что ж ты, Лева Маму свою так не любишь В смысле? В коромысли Маму свою, родную, единственную До сих пор в Маринку на балет сводить не может Она, между прочим, там 30 лет не была Стыдно тебе, Лева? Ой, как стыдно Ну, свожу как-нибудь Не как-нибудь А сегодня Ночным поездом Билеты в театр я заказал В кассе получите Это на транспорт Но я же на работе Был, Лева А сейчас начался у тебя выходной Вернее, два выходных Держи А как же морковь? О матери надо думать, Лева А не о моркови Давай, дуй быстро Виктор Петрович Ну что еще? А балет-то какой? Обижаешь, Лева Спартак Все Займи 50 тысяч, а? Ага Можете еще ключ от ящика дать, где баранина лежит А, здрасте, Дмитрий Владимирович А мы тут просто так Здрасте А, вы туда Вон у кого занимать-то надо О, 50 тысяч одолжить, как два пальца Ну ты понял А, Дмитрий Владимирович Че надо? А не могли бы мне 50 тысяч занять? Ну, на неопределенный срок Не понял Ну, 50 тысяч занять Ага В этом смысле Ты обурел, Алеша Ну, за наглость Респект Ты че, сдубишь, что ли, Рухун? Я ж пошутил Алеша Подожди Ваш Пуфик че, разговаривать умеет? Степан Андреевич, так это мы к вам в гости решили заехать? Алло, Елена Павловна У меня мама на балет ушла В Питер Почему пешком? На поезде Я хотел сказать Может быть, вы придете ко мне на кофе? Да? Хорошо Ну, тогда, что? До встречи Я тебе цифры догадали Подышать Посмотрим Шеф где? А вы же его отпустили Су-шеф где? А его шеф отпустил Звони Вызывай все это Паршивое начальство Вы че? Вы одурели вообще? Вы оборзели, а? Вы у кого воруете, а? Воруете у кого? У кого? У меня Я сейчас лично прошмонаю все ваши шкафы И найду ту падлу, которая подрезала у меня кошелек Так это, Агузку вроде нужны были деньги Что за Агрызок? Нет, Агузок через Г Лавров же деньги у всех искал и спрашивал Кто здесь, Агузок, а? Я Вот он, Робин Гуд Что? Парень Стал у богатых воровать, чтобы свои педняцкие проблемы решить, да? Дмитрий Радзинович Шкаф Шкаф открывай свой паршивый Пожалуйста Что и требовалось доказать Сам зарабатывать не научился Я не брал вашу Грел, гада, а? Это же... Вика, вызывай полицию Вызывай полицию Я не брал деньги Может, мы обойдемся без полиции? А че так? Зачем нам сказал? Давайте просто его уволим Сейчас собираешь свое вонючее тряпье И пердячим паром отсюда идешь потихонечку Давай, собирай, иди отсюда Стойте Не Лавров украл у вас деньги, это сделал я Я взял портмоне из вашего пальто и подсунул к нему в шкафчик Зачем? И ушел, да? Дмитрий Владимирович, простите меня Я очень сильно хотел, чтобы Лаврова отсюда выгнали Потому что я думал, что если его здесь не будет, то Саша Ну, это девушка моя, бывшая Она вернется ко мне Сань Сань Я тебя очень люблю Слышишь? Я понимаю, что любовь нельзя вернуть подлостью И эти сережки я зря тебе подложил В общем, Дмитрий Владимирович Если меня уволите, то я пойму, потому что это правильно Ну, ты дал жару, Илья Обкурился? Ну-го Перепахтел Раз деньги на месте На месте То, как бы, и следствие закрыто Ладно Я всех предупреждаю В следующий раз Когда играете в Шуры-Муры В свои Ромео, Джульетта Давайте без моих кошельков Ясно? Ясно, Мам Тебя тоже касается Ну, мне ясно Фу Агузок, ну я-то сразу понял, что это не ты Просто у меня там баранина в шкафчике Ну, ты понял, да? Это было очень глупо Понятно А ты, Макс Про серьги мог и сказать Ну, все Попал ты в шестый Что случилось? Крового ограбили Похоже, что меня Интересно, почему на всех фотографиях Ваша мама с вашим су-шефом Ага Ну, Лёва для нас Как член семьи Когда после развода Он пришёл к нам с одним чемоданом Я сказал Мама Пусть он поживёт у нас Какой вы благородный человек Виктор Петрович Да Так заботится о маме О друге А я, честно говоря, думала Что вы законченный Эгоист Хоть просить меня Ничего, ничего Это мой портрет Дариана Грея Я когда смотрю на эту самодовольную рожу Я понимаю, каким я не должен быть Оказывается, вас Совершенно не знала Так давайте знакомиться ближе Извините, я Можем знакомиться Ой, простите Вы не один А мы, вы знаете Вот, смотрим Телевизор Да нет Там батарейки сели ещё вчера Я сына просила заменить А мы ехали на вокзал А вдруг Лёву срочно вызвали в ресторан В какое-то ЧП Ну, в общем, мы с сыном Так до Маринки И не доехали Вы простите Я что-то не очень понимаю Это чья мама? Это ваша мама? Не совсем Я мама Лёвы Вера Ивановна В общем, приятно познакомиться Елена Павловна Знакомая Дариана Грея Я всё объясню Хотите чаю? Нет, благодарю Спасибо В другой раз И чай, и по объяснению Тоже в другой раз Выдоровалась Чёрт Елена Павловна, подождите Я вас видеть не хочу Вы лжете или цемер Вы сейчас лифт сломали Ничего, знаете Так вам и надо И мне так и надо Дура Ничего в жизни не учат А что я мог сказать? Что мне за пятьдесят Я живу с Лёвой и его мамой? Да Именно этого И могли мне сказать Мог Но не сказал Ну почему? Потому что Боялся вам не понравиться Я очень хочу вам понравиться Да Привет Короче, сургут открыли Я еду в аэропорт Так что Гудбай на неделю Целую Лев приехал Вам Очень повезло В сургуте Закончилась метель Возьмите пальто Чего? Пальто Возьмите А Это я в Мин И всё же Жизнь отличается От компьютерной игры Потому что Перейдя на новый уровень Жизни уже невозможно Вернуться назад Даже Если это кажется Правильным Главное, чтобы мама Не узнала Да уж Всё Теперь будем делать это Только дома Да Слушай, Настя, если лифт Находится в доме В котором мы живём Ну это как бы Мы уже типа дома живём Ну Теоретически И хорошо, когда назад не хочется Когда изменения тебе нравятся Слушай, уже утром Надо вставать Ты первая А можно я тебя буду Витти называть? Можно Лен Гораздо хуже, когда ты думаешь, что ничего не изменилось А новый уровень Макс У тебя уже начался Я Вернула Илье и Сергею Тема закрыта Спасибо, Саша Даже если ты ещё об этом не знаешь Илья, подожди Ты забери, Сергея Не надо Спасибо Саню Оставь их себе Я же знаю, как они тебе нравятся Максу я не скажу Клянусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok